Ну и буквально в эти минуты на Потемкинской лестнице готовится установить новый рекорд живой вышиванковой цепи. Я напомню, что в прошлом году от памятника Дюку к морскому вокзалу выстроились больше трех тысяч человек. Что происходит сейчас на Потемкинской лестнице, расскажет Надежда Бондаренко, она там в четырех утра. Надя, слушаем тебя. На Потемкинской лестнице продолжают выстраиваться участники живой цепи в вышиванках. По информации организаторов, к двум часам дня зарегистрировано 500 человек. Люди продолжают приходить. Они спускаются от Дюка, у которого символически первый номер, к морскому вокзалу. У нас есть возможность пообщаться с участниками вышиванковой цепи. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, почему вы сегодня сюда пришли? Чтобы зарядиться, отримать позитивные эмоции, поддерживать нас всех, наших хлопцов, объединиться. И показать, что мы сильные, нас много, и нас не сдолать. А скажите, вышиванку сами шили или покупали? Нет, это купили. Есть такие же вышивания, но щороку стараюсь, чтобы у меня было несколько вышиваний. Для этого свято сегодня такая морская, так бы мовить, оскільки мы из другого города. Поэтому, ось, ну так, да. Спасибо большое. А я напомню, что прошлогодний рекорд был 3300 участников. Пока что эта цифра еще не пройдена, но участники продолжают приходить. Так что у нас еще все шансы есть, чтобы был новый рекорд. Студия. Спасибо, Надя. Надежда Бондаренко прямо сейчас находится на Потемкинской лестнице, где одесситы, украинцы, а также гости Украины, приехавшие к нам на день рождения, поставят, попытаются, по крайней мере, поставить новый рекорд живой цепи в вышиванках. Получится ли у них это, расскажем вам уже в следующем выпуске новостей. Ну а пока к другим темам. Продолжение следует...